Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения за Юлиуса Цезури... Не знаю, как по... на древнеримском... Ну, за Юлия Цезаря! За Юлия Цезаря возглавляем Рим. Правда, это не Римская империя, это ещё Римская республика. При нём была вроде как империя, она стала уже при Октавиане Августе. Потом за Юлия Цезаря. Подробности, что тут происходит в первой серии, ссылка на весь плейлист в описании в перекреплённом комментарии. Спонсоры канала, все серии, кстати, видят сразу. Большое вам спасибо за поддержку и давайте продолжать. У нас тут... сколько, кстати, осталось до... ой, ещё... ещё как минимум 12 ходов до следующей эпохи. Итак, появились... о, появились варвары. Отлично! Наконец-то... наконец-то можно с варварами разбираться, с варварами. Так, поведём... до латника можно... да, наверное, надо поапаться. Так, во-первых, мы тут сейчас... купим поселенцев. Так, этим, наверное, пойдём сюда ремонтировать. Тут мы достроили дамбу. Достроили бани. Растёт город. Давайте, наверное, мастерскую, а после мастерской центр коммерции сюда бахнем. И вырубаем вот это дело лес. Так. Да, исследуем территорию. Варецы тоже бани сделали. И у нас четыре. Ну, вот тут давайте, наверное, купим эту клетку. У нас вообще на строителей, на лагере и гавани. Тоже дамбу буду строить. Так. В ости покупаем поселенца. Кстати, скоро тут дойдёт. Ещё три хода. Поселенец стоит 595. 147 остаётся. Ускорили машиностроение и легион будет ещё 70. Ну, следующим ходом. Вообще, чё я всех повёл туда? Я думаю, мне хватит латника и кого-нибудь, и лучника одного. Всех зачем-то вывел. Гавань завершена. Маяк. Маяк, гавань. Так, тут всё строится. Ну, я ещё как минимум два года... Ну, то есть, вот этот город и ещё один, как минимум, я бы хотел. Также вы будете расширять свою империю, если не хотите сражаться за свой народ. Так не с кем, чувачок. С какой-то золотой халабудиной. Он уже сразу идёт ко мне скаут. Прикол. Так, пастбище плюс один. Может, мне тогда и... Ну, я хотел вообще в верфи идти. Уничтожить врага при помощи копейщика. Блин, я бы открыл машиностроение. Кстати, а что у нас с селитрой? У нас и селитры нету. Вот селитра. Ну, вряд ли я сюда пойду какой-то город ставить. Хотя у меня пантеон на эти. Блин. Вообще, я бы тут поставил какой-нибудь город, попробовал Петру. И, может быть, ещё... Вообще, наверное, поехали всеми туда. Он сейчас пойдёт сообщать о нас. Скидка в 50%. За 35 мог бы апнуть. Не, ладно, апну. Ну, канди хотели, чтобы я заимел. Так, кахоке. Вдохновение для наёмников. Это 8 наземных, а у меня 4. Нет, наверное, даже 5. У нас разведчик есть 5. Ещё 3 юнита, если что. Делать, не делать. Не знаю. Прям даже и не знаю. Так, это к какому городу относятся? К Медиалану надо. Пусть ей передать. Так, этого поведём. Не знаю, вы знаете, вот тут рекомендуют поставить. Я думал, тут сначала. Но вообще, мне не так нужна тут гавань, честно говоря. Вот здесь просто поприятнее реально нормальных клеток. Так и этот собор Василия Блаженного круче зайдёт, по-моему. А, скифы ещё были, вот. За предательство я отплачу кровью. Но если вы настоящий друг, то мы будем жить в мире. Окей. Да, давайте обменяемся столице. Ну, что, я всех встретил? Первой страной, которая повстречала все другие народы. Зашибись. Плюс 5. Так. Мне бы ещё кругосветочку выполнить. И я вполне в золотой век опять должен буду выйти. Так, не понял. Ну, а, это не достроено, это жилья тут не хватает. Так, к нам вон плывут православные миссионеры. Наверное, будем... У вас даже пантеона нету. А, нет, есть у нас, блин, фу-ты. Я с 5-й цивой путаю уже постоянно. Пантеон у нас, конечно, есть. Кстати, можем всякого продать Тамирис и у неё купить. Лошади. Не, ну, 6 штук. Несерьёзно. Вот. Железо можно продать. Что, на Драгупте? Не, я бы Тамирис продал. И купить у неё... Так. И янтарь у Гильгамеша. Так, у нас тут плюс 6 довольства. Ладно, уже время оставлю этого лучника. Не думаю, что он там прям сделает какую-то погоду, если я туда его доведу. Да, ну, жалко Клеопатру и Египет тут, конечно... А он, кстати, Нихен... Ну, я не думаю, что, кстати, Чендрагуб-Танихен возьмёт. Но... Уменьшается защита. Так, средневековые ярмарки надо отложить. Так, что там у православия? Храмы и святилища... Не очень для меня это... У нас вообще ни одного священного места нету. Так, маяк в Анции завершён. Надо покупать... Торговцев мы будем покупать, я думаю. Тогда что мы тут дальше строим? Бани? Видимо, бани. Тут надо, видите, убрать... Собрать тоже пшеничку. Так, только у нас уже городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятый идёт ставиться. Блин, шумерку от улетает. И... И галакшонс вообще по технологиям. 28 шумерку. Не только машины. Ну, я на пять технологий всё, отстаю. Что не так уж и плохо, имхо. Давайте-ка я тут соберу, потому что уже два хода до... Так, а... Да, Сизм чего? Монахи, воины, собор тоже херня. Всё как-то не очень. Так, нашли ещё один континент. Сейчас мы тут сможем проплыть. Вообще, видите, недалеко. Тут нам до... До кругосветки вообще чуть-чуть осталось. Давайте картографию. Так, мрамор можем продать. О! Да, давайте дельгамешу. А купим? Да ничего мы не купим. И шедевры, наверное, не будем. Ну, а чё, а чё оно там? По-моему, даже некуда их... Я театралочку собираюсь построить. Так, маяк в Риме. Может, сейчас театралочку тогда? Да, без промышленной зоны в Риме пока что. Так, в Осте и рынок. И... Надо... Из Анции в Наску, из Остеи в Наску. А бегают у меня два каравана. Из Рима в Гонконг. Из Ореции в Гонконг. Так, ладно, из Рима один хочу отправить точно. 200. Следующим ходом второго торговца купим. Ну, у неё, конечно, селитры дофига, но мне не нужна она сейчас. Извините. Кстати, с Келеопатрой можно подружиться. Может, ей союз дать? Военный. Восемь ходов. Ну, блин, а что я там сказал? Больше похоже на... Ктавиана Августа. Блин, я что-то не прочитал. Сейчас, подождите. Надеюсь, вы больше похожи на Марка Антония, чем на Брутто. Говорю, ну, конечно. Я же Юлий Цезарь, я твой предыдущий хахаль перед Марком Антонием, который был. Ты что, забыла? И этот. И сын у тебя от меня, Цезарь, он. Будет помнить нашу доброту. Ну, давайте союз нам как минимум, чтобы... А, нахуй, чтобы я и... Ну, ладно. Чтобы ускорить дипломатическую службу, вдохновение получить. Так, и давайте, наверное... А почему... Блин, а вот это, кстати... Подождите, ну, медиала... А почему из Сетии и Брундизии они проведены дороги в столицу? Потому что они... Все ваши новые города, основанные и завоеванные, получают торговый пост. В пределах досягаем... А, в пределах досягаемости торгового пути получают дорогу. Могут быть не в досягаемости Сетия и Брундизии. Понял. Так, из Анция в Наску. Три хода до Харавелл. Так, Шумер даст мне проход? Так, попробуем... Железо ему. О! Нормально. Не хочу деньги платить, хочу... Ресурсами. Ну, в принципе... Я бы, наверное, отсюда не уплывал. Мы через три хода откроем картографию. И сделаем кругосветку. Единственное, что у меня это все равно не хватает. Надо копить лошадей. Всадника купить. Потом можно... Подождите, я... А, я не открыл. Так, пока только всадника, значит. Это одно очко, да? Что еще? В возрождение выйдем. Блин, как-то не получается у меня золотой век. Мне кажется... Нет, извините, мне самому лошади нужны... Что построили? Статую Зевса. Апельсинки можно кому-нибудь продать еще. В неочередное... Что они там? Наверное, опять что-то по поводу... А, нет, наверное, что-нибудь... Нет, по поводу... Это, по-моему, то, что отвалилось к ГАУ город. И не принято. Так, что продавать будем... Давайте по одному. Открыли средневековый... Ярмарки соседствовать для театралчия. Жилье. Ну, пока вроде мне это ничего не надо. Я бы пока оставил то, что у меня стоит. Так, средневековые ярмарки ускорил. Может, пока монархию открывать? Ой-ой-ой. А он нам не ваншотнит вообще? Лучников. Вообще, плюс 5 против... Против варваров. Ну, не факт, кстати, что не ваншотнит. Так, где у нас губер и пингала в Риме? Еда производства. Лян в Медиалане. Еда производства. В Остии. Надо больше... Ферм построить. Ну, на Гранд и Пингалу, наверное, рано. На аквакультуру... Я бы, наверное, еще какого-нибудь... Губера взял. В Ореции, например. Давайте Амани. Нет, не Амани, Виктора. Хотя Амани может в какую-то ГГшку? Какая мне ГГшка? Я вот думал в Наску. Может, попробовать Наску реально засоюзить. У меня вот эти клетки тут... Тут можно хорошо так на линиях Наски поднять. Улучшить вот эти вот... Клеточки. Там Феодора отправила. Не знаю, хочу почему-то... Амани в Наску. Так, опять... Клетку в Остею передаем. Потому что там... Магнус. Оба. Так, теперь обратно в Анцей. И в Анцей промышленную зону. Наверное, сижу тут, жду возможности апнуть в Каравеллу. Тут ждем возможности кругосветку. Через... Через... Через два хода. Есть рынок в Остеи. Что мы еще тут можем встроить? Театралку. Библиотеку. Может, Анкар-Ват? Попробовать. Ну, Петру тут не бессмысленно строить. Большой бассейн тоже. Тут развлекательный. Ну, я бы театралку устроил. У меня тут нету соседства. Для театральной площади. То есть, вот это место для Кум. Можно еще попробовать здесь развлекательный комплекс, чтобы Колизей сделать. А то он только рядом с ареной строится. Два очка культуры, лояльность и довольство всем городским центром в радиусе шести клеток. С другой стороны, у меня счастья-то дофига. То есть, например, сюда развлекательный, сюда Колизей. Вообще, это интересно. А все-таки все равно хочется Колизей. Шесть клеток. Ну, то есть, на это он влияет. Раз, два, три, четыре. И до Ореция дотянется. Раз, два, три, четыре. До Анция дотягивается. Раз, два, три, четыре, пять. Шида-сети и нет. Да, хочется попробовать Колизей. Давайте. То есть, сюда развлекательный. Значит, отмечаем, что тут у нас будет Колизей тогда. Тут театралка для Кум. А для Ости тут театралка. Так, жилья у нас не хватает. Да, вроде везде хватает. Ну, не знаю. Тогда дальше поехали. Ну, что, сейчас меня в православие обратят? Да ты уже сообщал об этом. Ваш край тих, спокоен и слаб. А твой торс Гол накачан и ни хрена себе. Минус лук просто. Блин. Вот это не с подиванка с мушкетерами, да? Так, сколько стоит? 165. Ну, пока постоим. Я думаю, в защите нормально. Латник тут будет. Ну, мы можем оливки купить у Амбиорикса. Нет. Нет, не можем. Может... А, я вспомнил, да. Когда... Когда у нас... Когда у нас осуждает, типа... И сделать договор более равным невозможно. Не, мне кажется, это дорого за одни оливки. Больше 200 монет. Единоразово не хочу. Очень как-то дорого он запрашивает. Так, а пойдем, наверное, рыбу обработаем. Блин, гвозди еще... А, тут засуха началась. Так. Я думаю, имеет смысл последнего поселенца купить. То есть, где-то здесь хочу еще... Он, он, Саис. Правда, и египтянка поставила. Где-то тут хочется город. Здесь пытаемся кругосветку сделать. Северный ледовитый. Опять... Опять северный ледовитый. Не на севере. И не во льдах. Тут дорога проведена. Стоим латником. Ну, не больно совершенно. Можем даже против двух этих стоять. Так. Ну, может быть, Катя реально куда вот тут предлагает? У нас тут будет производство от оазисов. Плюс мы дотянемся до... Да, наверное, сюда поставлю. До селитры. Так, ничего не ускорено. Давайте, наверное, образование откроем. Потому что ученого я очень вряд ли получу. О, кстати, торговец крутой. Я его выкуплю. Другие могут выкупить иначе. Ну, это тоже хороший. Но тот на дополнительный торговый путь мне намного больше нравится. Да, по ученым я тут... Последний. Последний. Сколько ходов? Пять. Блин. Ну, я... О, что-то не хен там реально берут. Но у Чендрагупты 926 армия, у Египта 45. Неудивительно, да? Он вылечился? Или это еще один идет? А тот, который был полностью красный ранен, убился об меня. Да. Первое в мире кругосветное. Итак, мне не хватает пять очков. Одну очку я точно знаю, где я могу взять. Это... Ну, сделать юнит, использующий лошадей. У меня еще не было. Пожди, а трибушеты... Трибушеты не требуют селитры, да? Просто мне, чтобы сделать юниты, которые требуют селитры, мне их еще открыть надо. То есть селитрами мы тут в пролете с селитрой. Блин, что так Александр далеко уже в промышленной эре. Еще четыре очка остается. Засоюзить какую-нибудь ГГ-шку? Ну, Гонконг я уже союзил. Надо союзить ту, с кем я в войне. Блин, никак. Чудо построить. Я не успеваю никакое чудо. Ну, кстати, а может... Бассейн четыре хода? Нет, все долго. Все долго. Значит, тут производства нету, поэтому передал эту клетку. И вот эту надо выкупить. Это... Эти... От болот производства пошло. Так, пускай мастерская. Дальше здесь надо купить строителя. Так, мастерская и бани построены. Не мастерская, а промышленная зона. Три. Давайте театралку. Добьем уже ромашку, чтобы красивая стояла. Блин, надо подумать, где еще взять очки эпохи. Ну, каких-нибудь великих людей, да? Ну, к сожалению, видите, нам адмирала перекрыли. Торговец. Этого мы купили уже, и все, тут нам больше некого. Блин. Тут мы уже вышли в возрождение. Тут возрождение далеко. Да. Всех губернаторов тоже мы не можем это выполнить. Не знаю, какое-то чудо найти. Единственное, как я понимаю. А вот тут мы в пустыне, когда поставим город, разве мы не получим за это очки эпохи? Как он... Я что-то не понял, а как он сейчас убил? Ну, то есть он только из зоны контроля на него... А какого хера зона контроля не действует на мушкетеров? Что-то я... Вообще не понял, как это произошло. Как вот этого лучника мне убили? Охренеть. Больше торговых... Да, только дамбы мы не достроили, эта дамба просто отменилась, потому что... А, или достроили. Достроили мы тут, ошибись. Показалось. Плюс 6. Нормально производство, нормально. Так, я хочу разведчика апнуть, но не сейчас, пока у нас есть куда деньги тратить. Да ладно, блин, разломали мне апельсинки. строители пока не закончился золотой век. Плюс я хотел каравеллу еще. улучшить. Сколько стоит? 240. Так, здесь строим колизей. Есть маяк. Ага, какой тут мы следующий райончик. Промышленная по плюс 1, плюс 2. Это тут вырубить надо. Кампус. А, вот сюда, да, к сожалению, болото придется это осушить, но кампус тут на плюс 3 зато будет. Бани тут, к сожалению, опять же не ставят. Так, ну пока районы не стоят. Давайте амбар пока. Тут тоже амбар. Что-то поприплывали ко мне миссионеры, как в Японию средних веков иезуиты, и нифига не обращают. Просто что-то тусят. Кусовые ребята. Так, ну что тут вы сделаете? Ну, явно сейчас на железо, да? Блин, еще и с арбалетом прется. Господи, а что так варвары такие серьезные? Ну тут отступать надо. Рисы чудес света древнего мира и анти... О, я сейчас за что-то получил кучу очков. А, за театралку, во! Так, так нам два очка всего осталось. Ну, одну очку всадники. Блин, где еще одну очку взять? Неужто нехен Индия возьмет? Самое интересное, что она не сможет его удержать. Блин. Сейчас должна очка удать вот за это, нет, разве? Точно, потому что в пустыне ставишь. Ну и все, и всадник. Вау. Ну, я хорош. Забыл про театралку, правда. но все равно я хорош. Так, плюс семь. Ну, наверное, надо купить всадника. Да, четыре хода. Е-е-е. Ну, я просто, конечно, можно было подождать, типа, следующим ходом покупать, но я очень сомневаюсь, что мы внезапно найдем какое-то чудо природы, чтобы получить очки. Клеопатра заключила мир, Чендрак, вы прикалываетесь? То есть, Нихен практически взят, у нее сорок пять силы, у нее сорок пять, у Чендракупты тысяча. Блин, ну, комп, я просто, я просто офигею. Будем считать так, что Клеопатра своими чарами очаровала Чендракупту. Чары, чары. Чендракупта был очарован и, знаете, как Марк Антоний захватывал Египет и был очарован. Ну, или Цезарь. Только в данном случае Чендракупту она очаровала. Да, дурачок, обвели тебя вокруг пальца. Давайте уже, наверное, промышленную зону. монархию не хочу. Все еще, все еще с античной республикой сидим. Тут пока фермы делаю, но, на самом деле, это что-нибудь другое надо будет нам. К сожалению, не могу сейчас купить. Так, надо что-то продать. Я хочу купить все-таки строителя 200 мне надо. лошади. Ну, вот, за 63. Покупаем строителя. Блин, а тирк кто берет? Нет, это кто-то берет. Если бы это было извержение или какой-то стихийный бед. Ну, вот уникальный район Карфагена. Как Дидона могла голосовать за то, чтобы не начислялись очки великого адмирала? Просто как это вообще возможно? Так, Амани в Наске. Это у нас там 4, мне еще 3. Ну, надо подготовить, ну, во-первых, мне не хватает послов, а во-вторых, мне надо сначала подготовить рабочих, чтобы они сразу, как только я Наску на свою сторону переманил, чтобы делали эти линии. При помощи копейщика. Ну, пошли в верфи. Не точно при помощи копейщика никого не убьем. два рынка. Ладно, давайте наемников открывать, наверное. Строительство еще. Я думаю, ставить мне карточку для Колизея. Вместо чего? А у нас гавани все построены-то вообще-то. Кстати, в Путиолах еще круто будет вместо крабов Темпломайор поставить. Да, давайте, наверное, вот эту карточку поменяем на чудеса света. Там семь ходов был Колизей, а станет шесть. Ну, здорово. Да, принимаем посольство. Перекупили кардин. пока мне кардин не нужен. пока мне кардин не нужен. Он корватку-то. Хорошо, что я его не начинал строить. 12 ходов бы у меня строился. Это занадто. О, можно задружиться внезапно с индусом. Может, с ним какой-то он ко мне караваны не отправляет? Нет, ко мне вообще никто не отправляет. Ну, не знаю, имеет ли смысл союз с индусом делать. Будут орецы атаковать. брать. не должны брать. Но все равно выглядит как-то опасненько. я не буду подставляться. Тут постоим. Да, блин, когда засуха закончится, не могу обработать апельсинки из-за этого. Так, это относится кости, да. пойдем сюда. Последнего рабочего покупаем. Заканчивается золотой век. Уже намного дороже будет стоить. Ну, вроде я таки не нашел чудо, так что все правильно я купил всадника. Не знаю, нету смысла, кажется, библиотеку, они могут ее разграбить. Я буду скорее стены поставил на всякий пожарный. Так, в грунди зи амбар. Ну, что? Так, опять меня осуждает амбиорикс. Блин, на другом конце континента так я ему не нравлюсь. Да, посольство индуса. Ну, что будет ореться? Не, разграбили просто. Разграбили железо и разграбили район промышленный. Так, все игроки вообще пофигу. Не знаю, плюс 10. Так, какая мне из этих религий вообще нравится? Сикхизм. Накорми мир. Ну, это, видите, надо святилища строить для всех этих религий пока. Ну, вот, божественное вдохновение за астризм интересно. Давайте, или покупаем, но у меня веры мало. Короче, надо либо за конфуцианство, либо за, давайте за астризм проголосуем. здесь на 100% тут галов. Что он мне как-то постоянно... Александр, я хоть себя бы понимаю, почему он такой, он просто бешеный, он хочет, чтобы все воевали. А что, амбиорикс на меня взъелся, фиг знает. посмотрим, что пройдет. И славная эпоха. это я сейчас, конечно, качество. Конфуцианство. вроде меня тоже устраивает конфуцианство. Так, а как тут, кто за что голосовал? Я за Зара. Стрим, конфуцианство, Египет, Дидона и Искифы и Гильгамеш. Зароастризм, Кир и Александр. Так, а конфуцианство, чья это религия? Так, и 100% почему-то Гильгамеш. Конфуцианство, чья религия? Египта. Ну, блин, разнеси мне ее. Ну, все только в трех городах она. Сикхизм в 15, и православие в 13, доосизм в 12, заосизм 2, конфуцианство 4. Так, тут грабят, ну, конечно, налет. Офигитель. Ну, все, все историчненько, варвары берут Рим в 470 году нашей эры. Практически когда, в каком году Римская империя под натиском варваров впала? в 482-ом, что ли? Когда там Алларих взял Рим и убил последнего римского императора. Но мы этого не допустим. Но это будет уже в следующей серии. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста, написать комментарий. Если вам очень нравится, стать спонсором канала, чтобы быстрее посмотреть продолжение, либо просто какой-то донат прислать через данный шинарис. Ну, в общем, все реквизиты в описании и в перекрепленном комментарии. В общем-то, спонсоры канала могут сразу уже смотреть продолжение в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси! Живи Украина! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok